Всем привет! С вами Виталий Петченко и видеоблог РЭМ 870. Сегодня мы в студии, а значит займемся тюнингом. В этой серии я расскажу, как заменить приклад, цевьё, кнопку предохранителя и экстрактор. Это очень просто и не займет у вас много времени. Если вы будете стрелять много, и когда я говорю много, я подразумеваю 5-10 тысяч выстрелов в год, то некоторые запчасти могут изнашиваться быстрее. Быстрее изнашиваются, конечно, экстрактор и эжектор. И начнем мы с замены стандартного экстрактора на фрезерованный полицейский. Процедура замена очень простая. Все, что вам нужно, это маленькая плоская отвертка. О том, как разбирать ружьё, я рассказывал в серии про чистку, поэтому останавливаться на этом не буду. А сразу возьму затвор и покажу, как заменить экстрактор. Берем маленькую тонкую отвертку, как я уже говорил. Вставляем отвертку между фиксатором экстрактора и самим экстрактором. И оттягиваем назад. Затем прокручивающим движением вынимаем экстрактор. И плавно отпускаем пружинку, чтобы она не улетела. Вот я вынул стандартный штампованный экстрактор. И у меня есть фрезерованный экстрактор, который я сейчас установлю. Он вставляется прокручивающим движением и защелкивается на месте. Все, я его установил. Это очень просто и занимает буквально считанные минуты. Теперь перейдем к замене стандартной кнопки предохранителя на увеличенную. Стандартная нормально выполняет свои функции и удобно с любым типом приклада. Но даже ее можно улучшить, установив увеличенную кнопку. По такой кнопке вы точно не промахнетесь и сможете выключить предохранитель даже мокрыми руками, в перчатках, в какой-то стрессовой ситуации. Процедура замены очень простая, но есть один важный нюанс. Итак, начнем. Для этого мне понадобится тонкий шестигранник, чтобы выдавить штифт. Отверстие для выдавливания штифта находится с этой стороны. В него мы вставляем шестигранник. Но обратите внимание на такой момент, что здесь есть отверстие, на которое нужно положить палец. Если палец вы туда не положите, то улетит пружинка, которую вы никогда не найдете. Я положил палец сверху и выдавливаю штифт. И затем можно убрать палец. И пружинка осталась на месте. Откладываем штифт в сторону. Теперь мы можем вынуть предохранитель. Аккуратно это делаем, потому что там у нас выпадет шарик, который фиксирует его, и пружинка. Если ударно-спусковой механизм новый, то оно может выпасть не сразу, но нужно будет немножко помочь шестигранникам. Итак, вот у нас три части, которые мы вынули из ударно-спускового механизма. Это пружинка предохранителя, штифт и шарик. Откладываем стандартный предохранитель и берем увеличенную кнопку предохранителя. Их существует очень много вариантов. Выбирайте тот, который вам нравится больше. Вставляем увеличенную кнопку предохранителя в ОСМ. Затем берем шарик, забрасываем в отверстие сверху. Если надо, помогаем шестигранникам, чтобы шарик провалился вниз. Берем пружинку, вставляем ее опять же в отверстие. И теперь важный момент. Берем штифт и острым концом вставляем его в отверстие. Затем нам нужно будет шестигранником сжать пружину и одновременно вставить штифт до конца. Это нужно делать очень аккуратно, потому что пружина опять же может улететь и вы никогда ее не найдете. Берем шестигранник, сжимаем пружину и одновременно вставляем штифт до конца. Затем проверяем, чтобы кнопка у нас функционировала нормально. Предохранитель включен. Я нажимаю на спусковой крючок, ничего не происходит. Предохранитель выключен. Нажимаю на спусковой крючок. И освобождается курок. Придерживайте курок при нажатии на спусковой крючок, чтобы не повредить ОСМ. ОСМ готов к установке в ружье. Переходим к следующему этапу нашего тюнинга. Дальше мы поменяем стандартное цевьё на цевьё от компании Magpul. Это сделать очень просто. Можно сделать несколькими способами. Если у вас набор от компании Magpul, то в комплекте идёт специальный ключ. Вот так он выглядит и значительно упрощает установку цевья. Мы вставляем его в специальные пазы на гайки цевья. И откручиваем. С пластиковым цевьём это очень просто, а с деревянным будет чуть-чуть сложнее. Снимаем цевьё. Сдвигаем его. И точно таким же образом устанавливаем новое. Надеваем. И закручиваем гайку. Гайку нужно закрутить плотно, чтобы она не раскручивалась во время стрельбы. Всё. Цевьё установлено. Процедура очень простая. Сейчас я покажу альтернативный способ установки цевья с помощью плоскогубцев. Я установил цевьё с помощью специального инструмента, который был в комплекте. Другие цевья могут поставляться без него. Поэтому я расскажу про альтернативный способ. Берём круглогубцы или мультитул и вставляем их в пазы. И точно так же мы можем открутить гайку. Не буду откручивать до конца, принципы поняли. Есть небольшой лайфхак. Если инструментов нет, вы где-то в поле и нужно подтянуть гайку, берём основание затвора, оно по размеру примерно подходит под пазы и можем закрутить, подтянуть эту гайку. Вот такой вот лайфхак. Теперь переходим к замене приклада. На этом ружье стандартный приклад Ремингтон. Чтобы его снять, понадобится тонкая крестовая отвертка. На некоторых прикладах отверстия в затыльнике хорошо видны, и вы можете вставить отвертку. В других они скрытые. Там нужно будет капнуть капельку масла, чтобы затыльник не треснул. Вставляем отвертку и откручиваем винты затыльника. Вынимаем его. Затем нам понадобится плоская отвертка, чтобы выкрутить винт приклада. Выкручиваем. И снимаем приклад. Дальнейшие шаги зависят от того, какой приклад вы собираетесь установить. Некоторые устанавливаются проще, другие сложнее. Я буду устанавливать приклад от компании HOG. Поэтому мне понадобится отвертка с возможностью установки насадок. Берем приклад. Устанавливаем в ствольную коробку. И закручиваем. И закручиваем. Есть. Приклад мы установили. Ставим на место заглушку. И устанавливаем затыльник. Для этого нам понадобится отвертка с крестообразной насадкой. Мы заменили приклад, цевьё, поменяли экстрактор и кнопку предохранителя. Это, в принципе, базовые модификации, которые вы можете сделать со своим ружьём, чтобы оно соответствовало вашим требованиям. Я установил приклад от компании HOG. Сейчас я покажу ещё установку другого приклада от компании Magpul. Но если вам это неинтересно, проматывайте дальше, и вы увидите уже ружьё целиком, как оно будет выглядеть после всех изменений. Берём приклад от компании Magpul. В комплекте идёт шестигранничек. Спасибо компании Magpul за заботу. И с помощью него мы фиксируем приклад. Процедура достаточно тонкая, поэтому потребует какого-то времени и сноровки. Затем мы устанавливаем заглушку, чтобы всё было красиво. И вот таким образом выглядит установленный приклад от компании Magpul. А сейчас я соберу ружьё, чтобы показать, как оно всё выглядит вместе. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так агрессивно теперь выглядит ружьё в Magpul обвесе. Этот приклад сейчас самый популярный. Он даёт стрелку массу преимуществ. Во-первых, он регулируется по длине с помощью проставок. Дальше. Можно установить щеку, если вы используете коллиматорный прицел. Есть много точек для установки ремня. Начиная от проушин, заканчивая местом для установки антабки. Цевьё очень ухватистое. Есть упоры для руки. Делает перезарядку надёжнее и быстрее. У нас теперь увеличенная кнопка предохранителя. Я могу выключить её одновременно с тем, как кладу палец на спусковой крючок. Экстрактор у нас теперь фрезерованный, полицейский. И будет надёжно экстрагировать даже поддутые гильзы. На сегодня улучшений достаточно. Об остальных поговорим в следующих сериях. Пишите в комментариях, что бы вы ещё хотели увидеть. Ставьте лайки, делитесь, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»